Мне не поиграл, но я думаю, что начали, особенно первые минуты начали хорошо. Все получалось, и прессинг получался, и в атаке получалось, и гол забили. После необязательного, так сказать, мягко говоря, гола первого особенно, возможно, выбило что-то из колеи. Но это как оправдание, возможно, звучит, плюс пауза. Когда с фратарем, там проблемы были у соперника, но это больше как отмазка звучит, понятно. Вот. Ну, и во втором тайме попытались, и я думаю, что только в конце включили все скорости, которые надо было. Что все-таки случилось? Не знаю. Такой счет в целом по игре сегодня? А? Счет в целом по игре? В целом по игре, да, наверное. Не показалось, что сборная «Гения» была более активная чем Коми Роман? Нет, абсолютно нет. А на ваш взгляд, только синяя Коми Роман? Коми Роман, конечно. Наглого сильнее, конечно. Ваше мнение уже спонтилось. Я говорю, наглого по мне, Коми Роман, естественно, сильнее, конечно. Такие дурацкие голы, как сегодня пропустили, наверное, раздражают особо? Это часто случается, что в Годи хорошо играют, а потом скоп-скоп и все. Ну, раздражают. Дальше что? Нет, ничего. Раздражают. А вот вы, как опытный тренер, можете сказать, почему такие голы просто? Это что, расконцентрация или непадка мастерства? Как такое объяснить, что? Никак не объяснить. Ну, как просто случай, да? Просто случай. Можно связывать, может быть, с какой-то недооценкой в какой-то степени? После первого гола оказалось, что все, дальше что-то не пойдет. А потом, где? Может быть. Что знание по нему неизвестно? Голеностоп подвернул. Юрий Юрьевич, как-то вот влияет? Четыре дня буквально играли, там, дурац, там, болельщики, нашла, а здесь такая расслабленная обстановка, не знаю, полутренировочная что-то. Ну, как-то влияет, наверное, да. Ну, как бы и дальше то, что? Ну, влияет, допустим, говорю, да, влияет. Дальше что? Не надо выигрывать или что? Надо. Ну. Вы не видели сегодня проблем с мотивацией? Нет, проблем не видел с мотивацией. С другими вещами видел проблемы, с мотивацией нет. А с какими видели? Очень много. Ну, например, и что же? Ну, очень много, я вам не буду говорить, какие. Я увидел много проблем. И, слава богу, что я их увидел. Ну, все увидели, я думаю. Именно игровые проблемы? Ну, естественно. Сегодня можно говорить, что был, наверное, отрезок в первый тайм после года, что один из худших со времеостранения? Нет, конечно. Главный итог матча для вас? Ток для меня самый главный итог, информацию получили. Вернее, так, даже не информацию получили, а она просто после сегодняшней игры, она подтвердилась, информация, которая у нас была. Потому что она подтвердилась просто-напросто. Когда вопросы задавали по поводу первой игры с Камероном, почему такой состав, почему тот играет, почему тот не играет, я думаю, что вторая игра дала ответы на все вопросы, мне кажется. Если какие-то планы сейчас у команды на ноябрьский сбор, доведется ли пост к соперникам? Сейчас у меня только что спросили. Федерация сказала, что ведутся переговоры с какими-то федерациями. Вот могу бы сказать. Какие-то переговоры ведутся с какими-то федерациями. Вся информация, все, что у меня есть. Как сегодня, что можете сказать по поводу газона? Может быть, даже это вызывало какие-то травмы? Ну, может быть. Дальше что? Как оценить состояние газона? Ну, на Динамо было лучше, ну и что? Ну, какая разница, на этом поле играть нельзя, что ли? Три человека сегодня дебютировали, как оценить? А что, по даму? Ну, по-моему, зона, наверное, сложно. Работы особо, по-моему, не очень много, так скажем, было. Вот, по-моему, зона, наверное, и Виталий, наверное, лучше даже пускай оценивает. По поводу Горшков и Адамов, ну, достойно для первого раза более чем.